Вместе ярче! Электростанция начинает работу с первыми лучами солнца. Стройные ряды фотоэлектрических модулей на полную мощность включили с мая этого года. Обслуживание почти без затрат. Срок эксплуатации одной батареи 30 лет. Экологически чистая энергия. Нет вредных выбросов атмосферу. Попроще, солнечная энергия, попадая на панель, которая состоит из кремния, вырабатывает напряжение. Это напряжение собирается и с помощью определенных устройств попадает в сеть к потребителям. На этом поле находится 260 тысяч фотоэлектрических модулей. Они способны выдавать 75 мегаватт электроэнергии в солнечный день. Одна такая ячейка метр на полтора может дать энергию для телефона или ноутбука. А шесть подобных ячеек способны вскипятить электрочайник. Располагаются солнечные батареи на поле в 216 гектаров, что сравнимо с площадью более 50 тысяч хрущевок. В среднем в регионе около 200 солнечных дней в году, поэтому энергии хватает. Зимой батареи тоже работают, правда не в полную силу. Все оборудование на электростанции отечественного производства. Инвестиции на строительство возвращаются за счет установленных тарифов электроэнергии. При этом важно отметить, так как станция работает в единую сеть, тариф для обычного пользователя не меняется. Солнечные станции это не конкуренты современной генерации. Они должны занимать определенную долю. Полностью заменить, конечно, очень сложно. Но доля их должна, несомненно, расти, чтобы улучшать экологическую обстановку как в России, так и во всем мире. Ученики 24-й школы с интересом слушали главного инженера станции. Еще бы, они своими глазами видели, как радиацию превращают в полезную энергию. Некоторые впервые задумались о пользе такого альтернативного источника энергоснабжения. Это нужно для того, чтобы дети узнавали больше о электроэнергетике, чтобы они развивались и знали, откуда берется то, что мы потребляем. Экскурсия состоялась при поддержке представителей проекта «Вместе ярче», который в этом году называется «Фестиваль энергосбережения и экологии». Он проводится с 2016 года при поддержке Минэнерго, Минпросвещения, Министерства науки и высшего образования России, Федерального агентства по делам молодежи и Российского движения школьников. В нашей компании самое активное участие, кроме Самарской солнечной электростанции, принимают Жигулевская ГЭС, компания Т-Плюс, ФСК ЕС МЭС Волги, Самарские коммунальные системы и количество компаний, которые хотят внести свою лепту в дело популяризации вопросов энергосбережения и экологии, все растет. Ежегодный фестиваль проводится в 80 регионах России. Цель – привлечь внимание к необходимости энергосбережения. Елена Нижегородцева, Максим Гусев, События.